Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите телеканал «Алмазный край». И сегодня мы коротко говорим, пожалуй, о главном событии этой недели в форуме «Хозактив-2018». Почему главное событие? Ведь на этом форуме прозвучали ответы более чем на 30 вопросов. И задано более 200 вопросов. Все эти вопросы от персонала к руководству компании. То есть, так или иначе, все эти вопросы заданы нами для того, чтобы нам понимать, куда движется компания, как она сегодня работает, что вообще из себя сегодня представляет «Алроса» и можно ли дальше стабильно и спокойно жить, надеясь на развитие компании. Все эти вопросы, так или иначе, были сформулированы и заданы. Но есть еще один момент. Впервые за 20-летнюю историю формат самого мероприятия поменялся. Хорошо это или плохо? Стал ли он интересным со своей интерактивностью, мультимедийностью? Остался ли он по-прежнему площадкой для дискуссий? Хотя, лично по мне, в этот раз он больше напоминал встречу «Вопрос-ответ». Но, может быть, это именно то, что нужно сегодня сотрудникам «Алроса». Давайте поговорим об этом. О чем говорили на форуме «Хазактив-2018». Каким был основной посыл? Как работники, то есть вы восприняли новый формат традиционного собрания? Остались ли у вас вопросы к руководству? Что хотелось бы увидеть в следующем году? Эти вопросы мы будем обсуждать в ближайшие минуты. Я приглашаю вас к прямому диалогу. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 36200. Работает и СМС-портал. Номера вы видите сейчас на экране. 8-914-25-23-370. Звонить только не нужно на этот номер. Звоним по телефону 36200-916-97. Принимаем ваши вопросы в прямом эфире. И сразу же давайте поставим главный вопрос, на который хотелось бы получить ответ ровно через час. Остались ли у вас вопросы к руководству компании? Или большую часть вы все-таки услышали? Если да, то звоните по телефону 8-800-124-05. Если нет, вопросы остались, то номер 8-800-124-06. Все звонки бесплатные. Ждем. Голосуйте, пожалуйста. На этом форуме звучали в основном проблемные вопросы. И каждый из таких вопросов, каждое такое мнение сегодня мы будем иллюстрировать мнением совершенно разных людей. И руководителей, и тех, кто получал награды из рук президента, генерального директора, простите, компании. И тех, кто сидел в зале и все это наблюдал. Начнем мы диалог сегодня с Русланом Сезоновым, заместителем исполнительного директора Алроса. Руслан Анатольевич, добрый день. Добрый день, Александр. Спасибо, что нашли время. Но, наверное, первый вопрос будет тот, который у нас вынесен в самую основу. Вы уловили основной посыл? Что для вас стало вот той центральной нитью хозактива 2018? Я хочу сказать, что центральной нитью стала, конечно, открытость и доступность информации про компанию. Последнее время, за последний даже год-два компаний, наоборот, разрабатывается именно открытость самой компании, что в компании делается, какие перестановки кадровые. Вы заметили, что на портале постоянно идет новая информация, как компания себя чувствует, кто пришел в новую компанию, кто ушел из компании, какие компании добились результаты. Если это раньше было небольшой строчкой в Миринском рабочем, то теперь это спокойно открыто, даже видеороликов, что очень даже приятно было видеть и слышать. Все-таки один из моих центральных вопросов вам будет с точки зрения именно проблемных вопросов. Вы курируете в том числе вопросы транспорта, и здесь вы присутствовали на большинстве хозактивов первичных организаций Алмаз-Дур-Транса. Сейчас это очень такой проблемный, наверное, вопрос. Очень много вопросов у персонала, у коллектива. Идет реформа, ожидается реформа предприятия, и мне хотелось бы вас спросить, остались ли вопросы, по вашему мнению, у работников предприятий, которые задавались на первичных именно хозактивах. Понятно, что главный вопрос их волновал сокращение, выход из компании. И прежде чем вы ответите, я предлагаю послушать, что на эту тему говорил Игорь Витальевич Соборев, заместитель генерального директора, исполнительного директора Алроса, как раз-таки отвечая на вопрос о судьбе Алмаз-Дур-Транса. Первое, что следует сказать, это я хочу на этом акцентировать внимание, потому что очень много инсинуаций и очень много специально, по всей видимости, раздуваемых сплетен. Компания не отказывается от Алмаз-Дур-Транса. Алмаз-Дур-Транс будет выведен в дочернее предприятие и останется генеральным перевозчиком для грузов для компании. При этом Алмаз-Дур-Транс, как я уже сказал, получит возможность действовать на рынке самостоятельно, излишней возможности загружать за счет прочих заказчиков. И, соответственно, деятельность Алмаз-Дур-Транса не будет уже полностью зависеть от решений, которые принимаются непосредственно в компании Алроса. То есть это будет самостоятельный вид бизнеса, самостоятельное юридическое лицо. И мы надеемся, что совместная деятельность пойдет на пользу Дум-компаниям. Почему мы начали с этого вопроса? Именно с вопроса об Алмаз-Дур-Трансе, поскольку в течение самого хозактива несколько вопросов касались этого. И прямо сейчас нам на СМС-портал задается вопрос, для чего и зачем компания отказывается от Алмаз-Дур-Транса и транзитного транспорта? Ведь все понимают, что лучше для АДТ не будет, а только хуже. Какой здесь будет комментарий? Давайте я скажу с того, что компания не отказывается от Алмаз-Дур-Транса. Компания оптимизирует Алмаз-Дур-Транс. Компания меняет форму организационную правовую у Алмаз-Дур-Транса, выводя его в дочку, в отдельное предприятие, и оставляя его в группе компаний. То есть реализация Алмаз-Дур-Транса на сторону какого-то из другой организации, нет таких планов. Планы просто оптимизировать работу самого предприятия. Как работника Алмаза-Дур-Транса мне, конечно, тоже бы волновал вопрос, что будет со мной дальше. Потому что предприятие с большим стажем работы, не один десяток лет, самое первое предприятие, которое было организовано на площадке Мухты, я тогда не в городе Ленском, которое занималось доставкой груза для тогда еще Якут-Алмаза. И, конечно, люди привыкли, у людей уже налажен уровень жизни, люди привыкли к своей работе, и никто не собирается менять ему эту работу. Она как была, так и остается. Компания как давала груза к перевозке, так и будет отдавать груза к перевозке. В тех объемах, которые были, они и же останутся. Компания позволяет руководству Алмазу-Дур-Транс просто найти дополнительную возможность заработать. Компания позволяет Алмазу-Дур-Транс уйти от избыточных требований внутрифильменных кодексов компании, в части формирования тарифов, в части требований работы транспорта, что позволит развязать руки руководству и постараться более оптимально работать, и как для своей прибыли, так и для прибыли компании именно в группе. Здесь правильно я понимаю, этот пример приводился в том числе на хозактиве, что Алмаз-Дур-Транс встанет в один ряд с такими компаниями, как авиакомпания «Алроса», предприятия теплового снабжения. То есть все равно так или иначе это остается структура компании «Алроса». Да, Игорь Ильич правильно сказал, у нас это не разовое решение, не Алмаз-Дур-Транс, один бедный, как говорят, пострадал. Это поступательное движение компании в части именно прозрачности и вывода непрофильных видов деятельности из основного вида горной добычи. У нас пример уже был, он был сказан правильно. Это авиакомпания «Алроса», которая в 2014 году выделилась из МАПа, и тоже все говорили, что компания умрет, у нас есть большие компании, такие якутские, как авиаполярные линии. На текущий момент авиакомпания «Алроса» в лидере списков по России, как авиаперевозчик, она обогнала по рентабельности и прибыльности те же самые полярные авиалинии и авиакомпании «Якутия». У нас есть пример, это «Алроса Лена», который занимается перевозками по воде. С составом судов, скажем так, не таким большим по сравнению с тем же самым «Лорпом», они выполняют так же показатели, даже лучше занимаются перевозкой и дешевле для компании, чем бы это делал «Лорп». То есть примеры есть. Но я хочу сказать, что у нас в программе вывода еще одно, скажем, почти транспортное предприятие. Это «МАП», Милинское предприятие. Ну вот, там, и по ним тоже сейчас рассматривается вариант вывода в дочку. То есть поступательное движение, никто не говорит, что один «Алмаз-Дутранс» оставляет за бортом, и компания собирается отказаться и перейти на какого-то нового перевозчика. Такого нет. В целях нет, и в планах компании этого нет. У нас есть как раз таки момент, в котором мы поставим точку, но мне бы хотелось от вас услышать следующий ответ. Новый формат «Хозактива». Все-таки 20-летняя история, есть традиции. Понятно, что определенные традиционные формы соблюдены, но как смотрелся форум в этот раз? Что, может быть, не хватало, что удивило? Ну, я сразу скажу, удивило все. Удивило все. И как был оформлен ЗАН, и сам подход, и сам формат, к которому проводилось. Хочу сказать, что раньше это был «Хозактив», а теперь назвали немного «Форум-Хозактив». То есть форум, он формат взрывает совсем другой. Но, в принципе, скажем так, за новой ширмой остались все равно старые подходы. То есть это прямое общение, это вопросы, которые были у коллектива. Только сделали это все более доступно. Мы видели подключение онлайн-дистанционно Ленской площадки, Айхальской, Удачинской площадки. Поступали вопросы из зала, которые тут же отвечали со стороны как нашего сейчас генерального директора, так и первого заместителя генерального директора. И вопросы были к республике, в сторону главы республики. Наконец-то смотрю, даже у нас активизировались гости, которые приехали, стали задавать вопросы. Хотя раньше они просто сидели там, как статисты, скажем так. В целом, мне понравилось. Открыто, доступно. Я посмотрел YouTube, в YouTube уже ролик есть. Люди, которые отсюда уехали из Мирного, сейчас живут в других регионах. Звонили, спрашивали, все интересовались, все смотрели. Все дали хорошую оценку. Одно замечание, скажем так, мы все привыкли, когда был хозактив, все вставали, вносили знамя. Желательно, может, его не вносить, но хотя бы оставить, чтобы это была как преемственность поколений от Якут-Алмаза к компании Алроса. Представляете, знамя. Знамя все-таки было, но не в зале. Да, в зале его не видел, честно говоря. А в целом, очень хорошо. Ну что, спасибо. Это был Руслан Сизонов, заместитель исполнительного директора акционерной компании Алроса. Мы же ожидаем следующего гостя. Но прежде мы поставим точку в вопросе об Алмаз-Дор-Трансе, которую также поставил Игорь Соборев, первый заместитель генерального директора. Непосредственно на Хозактиве, когда был задан вопрос, почему за борт выбрасывается Алмаз-Дор-Транс. Давайте послушаем достаточно убедительный ответ. Алмаз-Дор-Транс не остается за бортом компании, он остается в группе компании и будет являться нашим генеральным перевозчиком. Потому что у нас есть генеральные грузы, основные стратегические грузы, которые мы, с учетом нашей специфики, не можем позволить перевозкам каким-то нестабильным подрядчикам. Соответственно, это скорее, может быть, либо из-за недопонимания, либо из-за распространяемых каких-то слухов относительно того, что Алмаз-Дор-Транс будет продан, будет выведен вообще за периметр. Ни в одном нашем проекте, либо документе, который утвердило правление, вообще таких направлений нет. На базе Алмаз-Дор-Транса будет создано дочернее общество, это будет нашим генеральным перевозчиком. Мы продолжаем обсуждать итоги, подводить итог форума «Хозактив-2018». Немного цифр. На форуме было более 500 представителей трудовых коллективов предприятий, ну и для сравнения, около 200 человек смотрели прямую трансляцию в интернете, а запись уже к этому моменту посмотрели более 1000 человек. Форум длился рекордные 5 часов, для сравнения, форум 2017 года шел 3 часа с небольшим, и мы ждем ваших голосов по поводу того, услышали ли вы ответы на интересующие вас вопросы, да, на большую часть, звоните по телефону 8 800 12405, нет, остались вопросы, 8 800 12406. Также я приглашаю вас к прямому диалогу 3 26 00. Это телефон нашего прямого эфира, можем пообщаться, выслушаем с удовольствием, какие темы остались за пределами форума. Ну а прямо сейчас мы обратимся к делегату, который представляет нам категорию людей, наибольшее число вопросов задавшее. Молодежь у нас всегда отличалась быстротой. Я приветствую Илью Потапова, председатель Совета молодых специалистов Удачинского ГОКа, ведущий инженер предприятия. Илья, скажите, с чем вы связываете вот такое большое количество от молодых специалистов? Я насчитал только около пяти, не все были озвучены, понятное дело. Но, тем не менее, это недостаток общения с руководством, это накопившиеся проблемы. Что это? Ну, мне кажется, что у нас молодежь с каждым годом все становится более активной, и ребята хотят знать все больше и больше о компании. Также, мне кажется, что этому поспособствовало недавний приезд делегации, так называемого, молодежного десанта, который, так сказать, перезагрузил нашу молодежь, и они стали более активными и задавать вопросы. Та встреча с генеральным директором, которая была буквально вчера, она сняла эту напряженность? Хватило времени пообщаться с глазу на глаз? Да, встреча прошла также на высоком уровне. У нас ребята все презентовали наши новые проекты, задали вопросы. Сергей Сергеевич также предложил встретиться в неформальной обстановке потом, что нашего очень порадовало. Мы будем очень рады. Объединение молодых специалистов в прошлом году на Хазактиве озвучивало, что не совсем полно реализуется молодежная политика. За год есть ли подвижки? По вашим, по личным ощущениям? Ну, я могу судить только вот в рамках удачинской площадки. На нашей площадке все реализуется. Новый формат, насколько он понравился молодежи? Давайте лично спросим вас, насколько вам было необычно это собрание? Новый формат, несомненно, понравился. Понравилось то, что мы наконец-то ушли от старого такого формата и стали проводить в стиле форума. Понравилось, что также были даны ответы на большинство вопросов, что работники также не стесняются задавать вопросы и задают их. В общем, от форума остались только одни положительные эмоции. Но чего не хватило? Все равно бывает ложка дегтя бочки меда. Чего не хватило? Ну, так сразу и не можем сказать, так как этот новый формат нас совершенно удивил и приятно очень удивил. Если в качестве небольшого дополнения, то, конечно, хотелось бы услышать побольше ответов на вопросы. А в целом, в целом все понравилось. Спасибо. Спасибо вам. Напомню, Нилья Потапов, руководитель движения молодых специалистов в Удачинском горно-могатительном комбинате. Мы продолжаем и интересуемся, в том числе тем, услышали ли вы свои ответы на ваши вопросы. Да, на большую часть. Звоните по одному номеру. Нет, остались вопросы. Звоните по номеру, указанному на экране, который в соответственной части. Но пока тех, кто не удовлетворен, все-таки больше. Почему не было знамени? Спрашивают нас на СМС-портале. Также можете звонить и писать. Нам телефон, и сейчас попрошу вывести на экран. Почему не было знамя? Верните знамя Куталмаза. И почему обращались не к товарищам, а к господам? Всегда говорили товарищи. А фейковые включения с площадок уберите ни к чему они. Коллеги, ну, здесь позвольте встать все-таки на защиту. Поскольку медиакомпания «Алмазный край» совместно со специализированным трестом автоматики именно занималась организация телемоста. И включения с площадок были вовсе не фейковые. Все действительно велось в прямом эфире. Сотрудники задавали свои вопросы. Понятно дело, что были технические тракты, которые... Нужны были, чтобы провести испытания техники. Но само включение было, что ни на есть реальным. Я прошу прощения, у нас небольшая замена в гостях. Серов Илья Викторович, здравствуйте. Илья Викторович, скажите, насколько вам все понравилось? Вот есть мнения таких, что не было знамени, фейковые прямые включения. Как это смотрелось для вас лично? Я сейчас не прошу защищать форум, просто личное ощущение конкретного работника Аброса. Если подытожить, то общее впечатление было здорово. Следует... Ну, в любом вопросе надо немножко отводить форму и техническую реализацию мероприятия. Сама форма, она подкупает своей открытостью. Мне очень, как делегату, понравилась эта форма. С точки зрения организации я не нашел никаких таких ярких каких-то проскоков, недоработок. С точки зрения организации, организации хозактива. Поэтому само мероприятие проведено на хорошем уровне, высоком уровне. Единственный момент, конечно, сама визуализация материала, подданная для делегатов, она на высоком уровне также сделана. Но мне кажется, что выступление делегатов от подразделения, оно должно носить немножко более живую составляющую. Составляющую. То есть неотчетный характер, а все-таки некое взаимодействие. Да, я считаю, что все-таки это должен быть неотчетный характер, и все-таки выступающие должны акцентировать более острые вопросы. Не то, чтобы их и сглаживать, и не показывать, а наоборот, показывать, как они решаются. Вы представляете геолого-разведочный комплекс компании. Тоже достаточно много перемен, очень много реформ. От них докладывал руководитель службы Константин Гаранин. Здесь вот те ощущения по хозактивам в первичках, поскольку все равно так или иначе мы знаем, что прямо на местах иногда бывают жесткие хозактивы, когда работники не стесняются задавать вопросы непосредственному руководству. Были ли, звучали ли те ответы на хозактиве, которые как раз-таки касаются реформы геолого-разведочного комплекса, которые звучали в первичках? В целом вопросы были в основном касающиеся ДТ. В геолого-разведочном комплексе реформирование уже продолжается не первый год. У нас были, вы как говорите, жесткие первички были и в свое время и в Макинской экспедиции, и в Вилюйской экспедиции, и сейчас в Миринской экспедиции. Поэтому здесь это рабочий вопрос. Мы, конечно, к каждому такому собранию с коллективом готовимся тщательно, проводим консультации с профильными службами компании, и с правовыми службами, и кадровыми, и профалмазом, чтобы какие-то вопросы попытаться коллективу дать ответ на какие-то вопросы. Понятно, что многие вопросы, они в любом случае переходят в режим рабочего решения. И многое здесь зависит от первых руководителей предприятия, которые правильно доносят ту или иную позицию, тот или иной маневр, который задуман. Мы с Константином Викторовичем Гораниным стараемся по всем подразделениям ездить, и я считаю, что наше присутствие в подразделениях, оно в отличие от прошлых лет, выглядит мы по несколько раз в неделю присутствуем на тех или иных подразделениях, и в субботу, и в воскресенье мы всегда открыты. Двери наши и отдела поисковой геологии, и главного геолога, они постоянно открыты для любого сотрудника георазведочных предприятий. Понятно, что само реформирование георазведочного комплекса, оно преследует только одну цель – повышение операционной эффективности, повышение качества георазведочных работ и в итоге на выход, открытие нового месторождения. Как бы мы ни говорили о том, что мы оптимизируемся, где-то на чем-то экономим, с нас в любом случае спросит месторождение, в первую очередь. Хотелось бы, чтобы это было коренное месторождение, но у нас есть и рассыпная тематика, но она в полной мере всех проблем по восполнению минеральной базы не решает, а в первую очередь это коренная тематика. Поэтому компания «Алроса» является горнорудной компанией. Соответственно, слово «горное» значит, есть геолог, есть макшейтер и все остальные службы, поэтому геологи компании нужны. Геологическая служба и георазведочные предприятия в компании будут работать. Другое дело, что исходя из требований современного мира, времени, законодательства о недрах, законодательства трудового, эти формы в зависимости от того, когда это был Советский Союз, это была плановая экономика, сейчас это другая модель экономики. Соответственно, и форма, и содержание меняются со временем. Поэтому мы должны соответствовать и соответствовать конкурентным вызовам на рынках. И, конечно, мы, когда работаем, посмотрим именно своих конкурентов, в том числе и зарубежных. Ну что ж, спасибо вам за ваш визит. И как раз-таки здесь я подчеркну, что во многом именно геологи сформулировали ответ, точнее, с их помощью был сформулирован ответ на самый, пожалуй, живой вопрос всех, кто собрался на хозактиве о судьбе Алмазной столицы. Давайте послушаем, как ответил генеральный директор компании на вопрос о том, не станет ли Мирный дотационным городом. Попрошу режиссера наш пятый файл включить. Давайте послушаем. Город Мирный. Здесь будет сосредоточена штаб-квартира компании, здесь будут работать все дочерние подразделения. Никаких опасений, что, как звучали горячие головы, что нужно срочно искать какую-то федеральную региональную поддержку, что нужно чуть ли там не начинать переселять людей. Все это чушь полная. Если бы мы не верили в будущее города Мирного, мы бы не занимались сейчас каждый день на федеральном уровне и с Минфином вопросом строительства нового аэропорта, в который и компания готова вложить свои деньги, и бюджет Российской Федерации, скорее всего, поможет и вложит деньги, и будет новая гавань в нашей Алмазной столице. Мы продолжаем говорить об итогах форума «Хвозактив-2018». Ждем ваших мнений по нескольким вопросам. Первый вопрос вы видите сейчас на экране. Услышали ли вы все ответы на интересующие вас вопросы? Да. Номер телефона 8 800 124 05. Нет, вопросы еще остались. 8 800 124 06. И нам бы очень хотелось сейчас пообщаться вживую. Телефон 326 00. Звоните, обсудим, понравился ли вам новый формат форума. Есть ли какие-то у вас замечания, присылайте их на наш СМС-портал. Но всегда будем рады живому общению. Может быть, есть именно те темы, которые вообще на «Хвозактиве» обошли стороной. Озвучите их, пожалуйста, мы обязательно их передадим. Ну, интересно ваше мнение. Ну, а прямо сейчас мы выслушаем мнение Эдуарда Емельянова, главной механики акционерной компании «Алроса». Эдуард Иванович, вам вот сейчас не как главному механику, как работнику компании. На все ваши вопросы вы услышали ответ. Или все-таки есть тема, которую хотелось бы раскрыть побольше? Ну, вопросы остались. Вопросы остались. И приятно было то, что эти вопросы задавались и в прямом эфире, с разных площадок. Это дало возможность людям подготовить и выдать те наболевшие вопросы из каждого подразделения, которое тем или иным вопросом озадачено, озабочено. Поэтому вопросы – это хорошо, но на них надо еще и отвечать. Вы, как главный механик, очень часто работаете в подразделениях, то есть все равно так или иначе работаете на местах. Есть ли ощущение, что действительно был выстроен диалог? То есть как вы считаете, те вопросы, которые задавались именно наболевшие, или все-таки есть тема, которые прямо обошли стороной, то есть то, о чем мы сейчас зрители наших спрашивали? Ну, сложно судить о наболевшести этих вопросов или актуальности, или менее актуальности. Почему? Потому что, ну, каждый человек видит свою жизнь, да, видит свою профессию, видит свои круг обязанностей и, наверное, перед собой ставит, опять же, некие определенные вопросы. Поэтому оценить достаточность этих вопросов, там, серьезность или просто этот вопрос для того, чтобы как задали вопрос президенту, да, то есть ни о чем такой, а вот как бы было. Поэтому сложно, конечно, ответить на этот вопрос, насколько они актуальны. Ну, а сам формат, то есть что понравилось, что не понравилось? Формат, конечно, правильно вы сказали формат, он переформатирован с ног на голову, то есть это, конечно, впечатление оставляет те доклады, они сопровождаются видео, то есть мы не только слышим докладчика, обращая внимание на его доклад и на суть доклада, но еще и наблюдаем это на большом экране. Некоторые, наверное, для себя сделали, может быть, некие открытия, потому что, ну, по роду своей деятельности не представляют, как выглядит фабрика изнутри, да, то есть это было все показано, очень формат такой, как говорится, понравился, и интерактивный, ну, как-то так. Чего не хватило? Сложно сказать, как по мне, так в завершающей части всегда выступали дети, это вносило такое какое-то оживление, мы, глядя на детей, всегда представляем, что это наше поколение, смена наша, и поэтому, я думаю, равнодушных в зале никогда не было. Поэтому, ну, вот лично для меня, как бы, вот, если так не касаясь технических вопросов, там, или еще каких-то, да, то есть вот неформальный обстановок, это как раз вот нужно было, ну, или, как по мне кажется, это как раз та часть, которая должна была быть присутствовать, чтобы подчеркнуть, что у нас растет подрастающее поколение, и, как говорится, молодым всегда дорога. Спасибо. Это был Эдуард Емельянов, главный механик акционерной компании «Алроса». Совсем скоро мы продолжим и поговорим о том, а каково это, получать на сцене награду из рук главы компании. Насколько человек волнуется, не волнуется, обязательно узнаем. Но прямо сейчас мне хотелось бы, чтобы мы вспомнили об ответе на самый, пожалуй, популярный вопрос, который задается уже из года в год, об оплате ежегодного проезда в отпуск. Что на это ответил глава компании? Давайте посмотрим. Нам удалось обсчитать, к какому росту зарплат, к росту расходов для компании такое решение может привести. Пока оценочно, мы считаем, что это примерно дополнительно до полутора миллиардов рублей в год. С учетом того, о чем говорил Егор Афанасьевич, с учетом того, что выручка компании будет оставаться стабильной в течение нескольких лет, расходы растут опережающими темпами, мы хотим посмотреть, если мы внедряем эти изменения, можем ли мы рассмотреть возможности сокращения расходов по другим статьям. С профсоюзом тоже сейчас эта работа обсуждается, расчеты выверяются. Как вариант, с учетом того, что компания сейчас вкладывает большие деньги и планирует вложить еще дополнительные деньги сверх того, что обсуждалось раньше, сверх того, что обсуждалось по бюджету в части медицины, в части заботе о здоровье сотрудников, мы надеемся, что у нас также количество больничных, которое в компании очень приличное, все-таки будет чуть снижаться. И вы знаете, что компания одна из сегодня немногих, может быть, единственная из крупнейших российских компаний, кто продолжает компенсировать больничный лист по существенным коэффициентам, в среднем 0,8, хотя там сложная система расчетов. Мы сейчас посмотрим, поработаем с коллективами. Если в целом большинство поддержит оптимизацию в части выплат по больничным, длительным больничным, при этом компания сможет заместить, может быть, даже чуть увеличить бюджет в части социальных гарантий, в части компенсации проезда, то мы это сделаем. Мы продолжаем работать в прямом эфире, обсуждаем итоги Хозактива 2018. Здесь обязательно подведут небольшой итог, поскольку время все собираются на работу. Все те вопросы, которые были заданы во время первичных собраний Хозактива, которые были заданы непосредственно самому Хозактиве, но не были озвучены, как заявляются. Все вопросы будут опубликованы в газете «Вестник Алроса» на внутреннем портале компании, на нашем телеканале, и опубликованы будут ответы на эти вопросы, то есть все проблемы будут решаться. Ну, а прямо сейчас я предлагаю поговорить о том, каково это, получать награду на сцене Дворца Культуры Алмаз во время того самого Хозактива 2018. И зададим этот вопрос Александру Войтику, слесарю-ремотнику Миринской автобазы, автобазы Миринского ГОКа. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, какие ощущения? То есть как это выходить на сцену, когда на тебя смотрят 500 человек в зале, еще 300 в трансляции? Насколько волновались? Дело в том, что не каждый день, не каждый год это получать, такую награду высокую приходится, да, поэтому, ну, соответственно, внутренний какой-то трепет такой. И с другой стороны приятно, приятно, что оценили твой труд по достоинству, ну, что помнят о тебе. Вы не первый год уже работаете в Алроса. Насколько вот такая вам по нраву, не по нраву перемена в формате хозактива? Дело в том, что я удивлен был поначалу, что все изменилось. Сам формат проведения хозактива ушли от этих регламентов, сухих докладов, так убаюкивающих, можно сказать. То есть был диалог руководства непосредственно с работниками Алроса, с депутатами, ну, с делегатами этого хозактива. Ну, приятно было. Не было такой, как те, принужденности, что ли. Вот удалось достичь от ино-диалога. Шел именно разговор, то есть с руководством? Или все-таки это был такой больше вопрос-ответ сухой? Нет, был диалог. Был диалог, и, мне кажется, на заданные вопросы ответили даже больше. Больше, чем надо было. А вот у вас лично остались вопросы? Или, в принципе, все, что вас волновало, вы услышали? Там ни особых вопросов-то не было. Потому что, да. Но в основном там на аплодисмент подняли вопрос, это о проезде. Все, кто-то задал там. Да, только что мы с вами послушали. Да, да, да. Поэтому все, что... Ну, короче... Я удовлетворен. Ну что ж, спасибо вам. И еще один вопрос, который также был не встречен аплодисментами, но тем не менее, который интересует достаточно широкий круг. Это вопрос о восстановлении рудника мир. Все-таки отсюда именно вытекает вопрос о судьбе алмазной столицы. Предлагаю сейчас послушать, как будет восстанавливаться рудник. Мы заняли абсолютно честную, открытую позицию. Мы не хотим выписывать авансы, говорить, что это там 5, 6, 4 года. Скорее всего, нет. Скорее всего, исходя из текущей ситуации, мы понимаем, что это не менее 7 лет. Все будет упираться в проектное решение. Мы должны теперь, после произошедших событий, после выводов комиссии Ростехнадзора, наших внутренних всех решений и совещаний, обеспечить навсегда решение этой проблемы с потенциальным поступлением воды. Правильно есть мнение у ряда экспертов, что при наличии такого объекта над головой риски того, что рано или поздно вода найдет ход на горизонте ниже минус 500 уровня, 500 горизонта, велики. Мы не хотим, чтобы, как в 2011 году случилась какая-то ситуация, когда кардинально придется пересматривать проектное решение, уже фактически отвечать на те вызовы природы, связанные с какими-то ошибками, которые не были учтены при проектировании. Мы хотим изначально сделать сразу так, чтобы все риски были учтены. Как только мы найдем проект, который позволит со стопроцентной гарантией обеспечить безопасность всех тех, кто будет спускаться под землю, тогда мы приступим к строительству. Мы продолжаем подводить итоги форума «Озактив-2018» и спрашиваем вас, остались ли у вас вопросы после этого форума. Да, на большую часть вы получили свои ответы. Звоните по номеру, который видите на экране. Нет, остались вопросы. Абсолютно такой же телефон, отличается на последнюю цифру. Все звонки бесплатные, это подчеркиваю. Ваш голос будет учтен. Ну и мы будем рады, если вы дозвоните по телефону 362-00. Ваши впечатления, ваши эмоции расскажете нам. Посредственно по телефону работает и смс-портал. Пишите, звоните. Между тем, мы вопросы о впечатлениях адресуем Вере Головчак, заместителя директора МТС по экономике и финансам, Вере Михайловна. Как ощущения? То есть, что было, когда вышли на перерыв? Чем делились с коллегами? Делились форматом представления «Озактива». То есть, он изменен существенно, более стал доступный, понятный. Как бы наглядное представление, это больше, лучше, чем без наглядного предоставления. Вот это самое. Что еще поменялось в формате? Это аванс-этерактивное голосование, которое приходило в режим онлайн. То есть, были заданы вопросы, которые волнуют всех. И тут же проведение форума, результаты были сразу выведены. У вас был в руках пульт? Был, конечно. Справились. Конечно. Все несложно, все просто. И результаты неизвестные. Чтобы нас сейчас не обвинили, что у нас и голосование подставное. Нет, нет, нет. Все это было нормально. И дальше то, что было представлено, особенно касательно промбезопасности, ролики по промбезопасности. Мне кажется, доступно было доверено всем людям, насколько требование промбезопасности существенно для сохранения жизни, стабильности и всего остального. Каким для вас станет главный вывод «Озактива»? То есть, что все-таки для вас осталось – промбезопасность, зарплата, реформа? Все вопросы волнительные. Все вопросы, потому что они все в комплексе. Без связки эти вопросы, решения, значит, целую проблему сложно решить. Ну и мы в завершении также поздравляем вас, поскольку вы тоже получали награду из рук генерального директора. Какие были эмоции? Волнение. Радостное волнение. Спасибо. Ну что ж, спасибо вам. Ну а мы прямо сейчас обращаем внимание на нашу прямую линию 362-00. Добрый день, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. 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 Как зовут вас? Меня зовут Андрей. Вот у меня вопрос такой. По автобазе Мирницкого ГОКа. Вот ее как-то соединять будет с МОТОП, с Ленской автобазой. Там дочерняя тоже будет. Или как? О судьбе Мирницкого ГОКа вы сейчас спросили? Да, автобаза Мирницкого. О судьбе автобазы. Да, ну да, насколько нам известно, что все автомобильные цеха и подразделения, то есть как мы вначале слушали Игорь Толича Соболева, будут объединены в одном предприятии «Алмаздор Транс». Но я думаю, что на нашем телеканале мы этому вопросу обязательно посвятим отдельный блог и ожидаем репортаж из Ленска, как раз-таки, где эти вопросы будут освещены. Поэтому приглашаем вас к телеэфиру, следите за анонсом, отдельно обсудим тему «Алмаздор Транс». Ну, как раз тем более у нас представители УМТС. Спасибо вам. Нас ждет еще один гость о том, что говорили в кулуарах форума и как... Большую реакцию мы все-таки понимаем, но тем не менее, как все это происходило, поговорим сразу после того, как услышим интересную вещь о документе обороте Валроса. Сразу несколько вопросов поступило об увеличивании документе обороте, и вот что ответил генеральный директор. Давайте послушаем. Расплодили бюрократию, зачастую ненужно, связано это с определенной историей развития ряда подразделений бесконечными требованиями. Менялось руководство компании, менялись люди, все требовали новую отчетность, к которой они привыкли, при этом забывали отменять старую. Наша задача упростить все это и максимально снизить всю эту бюрократическую ненужную нагрузку. Подводим итоги форума «Хозактив-2018», результаты голосования на вашем экране, вы еще можете повлиять на ситуацию. Услышали ли вы все ответы на ваши вопросы? Да, на большую часть, номер 8800-124-05, нет, остались вопросы, 8800-124-06. Звоните, все результаты будем передавать непосредственно руководству «Алроса», ну а прямо сейчас у нас в гостях Ирина Валявина, начальник отдела по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью компании. Ирина, тебе первый вопрос, все-таки в твои задачи также входит и организация самого форума, но у тебя была возможность пообщаться с гостями, пообщаться с теми, кто приехал, именно вот в перерыве после завершения. Какие мнения, что говорили в кулуарах? Ну вы знаете, скажу таким образом, очень в принципе было интересно всем. Кто-то выходил и просто без слов говорил «круто, классно, ребята молодцы, здорово». То есть, но самое важное, что все отмечали, это вот свободное общение, открытое общение с нашим руководством, и в частности с Сергеем Сергеевичем. То есть, что мы имели, и гости имели возможность, и делегаты, все которые принимали участие, общаться с руководством, задавать свои волнующие, интересующие их вопросы. Ну а в целом, кому-то не хватило концертных номеров. Вот были даже такие люди, да, и говорили о том, что, вы знаете, вот хотелось бы в конце какого-нибудь просто легкого такого концерта, пару номеров. Все-таки у нас есть достойные артисты, которые могут представить Мирнинский район в достойном таком виде. Ну а в целом, вы знаете, ни до, ни после, вот по истечении суток или вдвое суток после того, как закончился хозактив, ли форум, как это сейчас мы увидели, все остались довольны, и ни одного негативного отзыва я не услышала. Но все-таки были замечания, не негативные отзывы, а замечания. Вот, например, мы уже выяснили, давайте подводить итоги нашему сегодняшнему эфиру, выяснили, что кому-то не хватило знамени. Кто-то посчитал, что прямые включения были фейковые. Ну, здесь я как мог, конечно, попытался убедить наших телезрителей, что все-таки действительно, ребята, дежурили на местах, давайте, наверное, попросим, у нас площадки прям сделают репортаж о том, как это все было на местах. А еще среди замечаний не хватило тех самых замечательных детей нашего будущего, которые рассказывали замечательные стихи. Это я так уже подытоживаю, да, вот, Брюс, не хватило концертных номеров. Не устали люди? Все-таки самый рекордно длинный форум для сравнения в 2017 году, в прошлом году форум длился три часа с небольшим, здесь практически пять часов люди находились на местах, не было ли усталости у делегатов? Вы знаете, наблюдая, да, вот пока, скажем так, передвигались мы там в кулуарах, выбегая-забегая, все-таки наша профессия предполагает некое движение в проведении таких форумов. Вы знаете, наблюдая за людьми, нет ничего, я не увидела, чтобы кто-то устал, кто-то зевал, как это правило у нас случается на таких длинных мероприятиях. Думаю, что очень хорошо было интерактивное общение, которое мы общались при помощи пультов. И все результаты голосования войдут в основу тех реформ, которые проводятся. Да, народ очень так заинтересовался вот именно такой подачей и проведением интерактива. Я думаю, что в целом это нужно, может быть, еще как-то развивать и добавлять чего-то нового, креативного. Но все было, по-моему, отлично. Ну и завершая, добавлю несколько слов от себя, все-таки подводя главный итог формулы Хозактива 2018, мне кажется, что главный итог, что выстраивается именно диалог, именно разговор. Это очень важно, поскольку когда один говорит, а другой слышит, но не слушает, диалога не получается. А тогда, когда обе стороны участвуют в диалоге, начинают спорить. Я надеюсь, что когда-нибудь форум Хозактив 2018 превратится и в дискуссионную площадку, поскольку только в споре рождается истина. Ну а вопрос узнали ли вы, услышали ли вы ответ на интересующие вас вопросы, итоги голосования на экране. Пока большинство за, но я предлагаю продлить это голосование до вечернего выпуска новостей. Там тоже вы его увидите и уже там будут подведены итоги. Так что следите за эфиром. Ну а мы с вами прощаемся. С вами был Александр Шершуков. Оставайтесь на телеканале Алмазный край. Всего вам доброго.